Несмотря на низкий показатель безработицы в России, в условиях диверсификации экономики государство и бизнес нуждаются в квалифицированных кадрах в определенных отраслях экономики. Решению данных задач помогают госпроекты, в частности, федеральный проект содействия занятости. О том, как в субъектах проходит переподготовка кадров, в нашем следующем материале выпуска. Третий год в России идет масштабный федеральный проект содействия занятости нацпроекта «Демография». Программа осуществляется при поддержке Министерства труда и Рост труда. Одним из операторов является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В рамках проекта академия реализует более тысячи курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Все программы подобраны с учетом запросов каждого региона, чтобы слушатели после обучения могли найти работу по месту жительства. За два с половиной года реализации федерального проекта участие в обучении приняли около двух с половиной тысяч человек. После завершения обучения около 80% граждан находят работу или сохраняют работу на прежнем рабочем месте, расширивая свои компетенции. Содействие занятости направлено в первую очередь на поддержку самых уязвимых категорий граждан. Женщины в декрете, люди предпенсионного возраста, безработных, людей, не имеющих среднеспециального и высшего образования, людей, находящихся под риском увольнения, а также ряд других категорий. География обучения охватывает всю Россию. Это более 40 филиалов РАНХИКС, а также свыше 100 партнерских вузов. Одним из операторов является Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы. Активно обучаем слушателей по тем программам, которые востребованы и согласованы с Центром занятости. Приоритетно мы работаем в сфере государственного управления, мы работаем по подготовке кадров в сфере бухгалтерского учета, экономических дисциплин, управления персоналом. За два года проекта в РАНХИКС было обучено более 130 тысяч человек, 112 тысячи с них трудоустроились. Самыми востребованными программами обучения были менеджер маркетплейсов, аналитик данных, бухгалтер, менеджер по закупкам, менеджер по персоналу и другие. Я наткнулась на программу содействия занятости, поняла, что могу бесплатно получить себе обучение. Ориентир был на то, что эта программа достаточно обширная, она 256 часов. Я смогла здесь на очной программе занятия по 1С. Теорию мы всю проходили, получается, дистанционно, а на практику приехали непосредственно в университет. По итогу каждый выпускник получает диплом установленного образца, который дает возможность менять направление деятельности и выходить на рынок труда.